Рад всех приветствовать, с вами Терехов Games и хочу рассказать легкий способ, как зарабатывать бесконечное количество крышек в игре Fallout 4. Но для начала, если у вас герой только-только стартовал игру, то мы выбираем ресурсы, водичку и строим вот такие обычные водные колонки. Нужна там бетон, сталь, шестеренки. Вначале строим количество, которое можете потянуть по ресурсам. Не забываем про оборону, потому что будут рейдеры приходить все это ломать. В общем, путь к успеху очень прост. Нужно строить как можно больше ресурсов по добыче воды. Сбегаем, вот посмотрим у меня здесь в Sanctuary Hills мастерские. Сейчас, 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 сейчас. Sanctuary Hills у меня здесь по воде 2030, да, сейчас показывает. И как это дело все выглядит? Все очень просто. Подходим к линии границы нашего поселения. Вот она наша граница. И начиная по границе, на максимальное количество, сколько у вас есть ресурсов, строим водоочистные. Когда вы немножко прокачаетесь и у вас будет уже вкачана наука, вы сможете строить вот эти промышленные водоочистные большие сооружения. И тем самым добывать себе безграничное количество крышек. Сейчас я вам покажу свои фермы. Ну это Sanctuary Hills. Очень удобно, первая локация и у вас сразу огромное количество добычи воды. Не забываем, главное, про защиту, потому что рейдеры постоянно нападают. Вот, ну сейчас сделаю маленькую экскурсию. В общем, путь простой. К вам будет приходить в Sanctuary Hills Карло. У Карло можно водичку менять на различный хлам. Из этого хлама опять же строить водоочистные, там масло нужно, шестеренки и прочие детали, да. Все очень легко и просто. Главное, ставьте турели, чтобы вам это дело все не ломали. Это у меня вот первая ферма, Sanctuary Hills. Потом вторая у меня ферма по воде, это причал Ergre Tours. Сделаю небольшую экскурсию, покажу вам, где я всю водичку свою добываю. Ну за это время, сколько я тут, недельку, две играю. Уже порядка, наверное, 70 или 80 тысяч единиц воды. Ну это ферма, хорошо себя показывает. Вот у нас это место. Здесь тоже стоит у меня турели, обороны, все дела. И на причале вот доступно нам тоже водоочистные. И ставим, сколько влазит, да. Так, посмотрим, сколько у нас здесь на причале. Здесь воды 303 добывается. Хорошо. Затем, убежище 88. Я вам так покажу по всем базам. Так, убежище 88. Там нужно немножко повозиться, пока там все это расчистите. Да вода чистной, да. Ну здесь тоже хорошо. Так, подходим, посмотрим, сколько здесь водички у нас. Ну, очищенной воды 400 единиц. Но сейчас брать не буду, потому что будет перегруз. Так, пробежимся сюда. Здесь еще базу особо не расстраивал, да. Тут так по мелочам. Вон реактор кинул. И водичка у нас находится в East Sector. Бежим в East Sector. Здесь провел везде проводку, потому что тока там не было. И чтобы не лезли гули и прочие всякие твари, вот эту стенку бетоном заделал. Так, пробираемся. Здесь изначально стоит одна водоочистная насосная, да. Но по кругу я тоже еще... Сейчас мы сделаем заплыв. Здесь вот по кругу я еще накидал водоочистных. Поставил вон те разводку. И водичка тут хорошо у нас фармится, да. Еще можно было бы еще насосовать, но мне уже, в принципе, этой воды как бы хватает, да. Ну посмотрим, сколько у нас в убежище. 88. 655 водички добывается. Отлично. Потом смотрим дальше. У нас есть такое место, которое называется замок. Заходим в замок. Замок это тоже такое одно из наиболее продуктивных мест. Так, тут уже у нас, в принципе, ночь. Ну мы сейчас посмотрим, сколько у нас на верстаке воды уже поскопилось. Ну 1180 водички, да. Посмотрим по информации. Замок производит 1580 воды. Огромное количество воды. Поднимаемся. Тут, наверное, без фонарика будет все видно. Так, начало замка у нас где-то здесь. Вход, да. Турели защитные. И вот по кругу. На все свободные, возможные слоты. На все возможные ячейки. Везде кидаем промышленные водочистные. В санкчурии там побольше, конечно, вошло. Все вокруг воды. Все очищаем. Воду делаем пресную. Питьевую. Так, сюда еще. И сюда. Вот водочистная, да. Корица. Откуда начинается вода? И максимально. По кругу максимально-максимально. Вот отсюда начало. И, в общем, вокруг всего замка. Везде водочистная. И еще у нас есть последнее место. Это называется у нас тут маяк. На маяке тоже поставил ферму по воде. И, в принципе, имея такое количество питьевой воды, ее можно легко торговать на нужные вам ресурсы. И это безграничный вариант с крышками. Крышек у вас будет с кокон на фармите. Так. Посмотрим, сколько у нас на маяке по информации. Так, так, так. Не вижу. Вот он, маяк. Водички 310 здесь добывается. Немного, но... Тут вот я написал. Clean drinking water. Но, в принципе, clean drinking water. Ну, вот она, питьевая водичка. Максимально водочистные. Вот такие вот дела. Что ж, друзья. Всем спасибо за просмотр. Строите фермы по воде. И зарабатывайте бесконечные крышки Fallout 4. До скорых встреч. До встречи. Продолжение следует.